Уютно устроившись возле пробуренных лунок, рыбаки ловят живца мелкую рыбешку, чтобы затем поймать на нее крупного хищника, например, щуку. Здесь они уже не первый час и уверены не только в дальнейшей поклевке, но и в своей безопасности. Однако структура и толщина льда, особенно весной, неоднородна. Кажущийся крепким лед может проломиться в любую секунду. В настоящее время территория Рязанской области наблюдается повышение температурного режима, что вызывает с собой таяние льда на основных водоемах региона. Так, например, на реках наблюдаются уже небольшие закраины, что свидетельствует о подъеме уровня воды. Быстрое течение способствует быстрому размытию льда и образуются промоины. Поэтому в настоящее время выход на лед, особенно водоем с течением, крайне опасен. Лед всегда непрочный не только в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, но и в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Сотрудники МЧС разъяснительную работу проводят каждый день. Под особым контролем находятся места частого выхода людей на лед. Отличия первого осеннего льда и весеннего, они очень велики. Если осенний лед более крепкий и поддерживается низкими среднесуточными температурами, и выход на него при толщине уже 10 см считается безопасным, то весенний лед имеет более рыхлую структуру и темноватый оттенок, что свидетельствует о его слабой прочности. И при толщине льда даже до 20-30 см он может вставить в себе опасность. Если человек все же отважился выйти на весенний лед, то не стоит забывать про элементарные средства спасения. Так называемые спасалки и веревку не меньше 10 метров с грузом на конце, которые могут помочь в экстренной ситуации. И все же лучше не рисковать, считают в МЧС, и воздержаться от выхода на весенний лед. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».